Итак, поговорим о культуре. С удовольствием. Здравствуйте. Здравствуйте. В эфире программа «Другой формат» в студии депутата областного собрания Екатерина Поздеева и Александр Дятлов. В понедельник мы говорили с вами о том, что последние пару месяцев волновало всех жителей не только Архангельской области, но и всей страны в выборах депутатов Государственной Думы. Сегодня мы намерены обсудить с вами другую тему, которая может быть не так заметна и обсуждаема, но тем не менее тоже касается каждого из нас. Это состояние архитектурных и исторических памятников, расположенных у нас в Поморье. Ведь они и наше прошлое, а без памяти о прошлом, как известно, нет будущего. Может быть вы не знаете, но в Архангельской области расположено 1873 объекта культурного наследия. Это памятники археологии, архитектуры, деревянного зодчества и просто исторические места. Лишь небольшая их часть сосредоточена в любимых северянами и туристами Малых Карелах. Там, под чутким присмотром музейных работников, искусствоведов и прочих специалистов, они проживают свою культурную жизнь в отличных условиях. Но это, повторимся, лишь малая часть того наследия. Что же происходит с остальными памятниками? Им, к сожалению, повезло меньше. Взять, например, дом Овчинникова, который расположен в самом центре Архангельска, на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской. Задавленный со всех сторон современными многоэтажками, он задыхается от клубов пыли, проезжающих машин и шума, присущего центру Архангельска, как и любого другого крупного города. Да и мы уже перестали видеть в нем памятник архитектуры федерального значения. Почему же так происходит? Может быть в Архангельской области власть уделяет недостаточно внимания содержанию подобных объектов? Не совсем так. У нас есть региональная программа «Культура Русского Севера», в которой даже есть соответствующий раздел, посвященный сохранению объектов культурного наследия. Вот только работает этот механизм со скрипом. Причин тому несколько. Первое – недостаточное финансирование. Например, в 2015 году на 624 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета на работы по сохранению объектов культурного наследия, приходится лишь 23 миллиона из областного. Вторая причина – разделение памятников на федеральные, региональные и местные. Тут вообще странная ситуация. Ведь как ни крути, деньги на содержание наших достопримечательностей идут из бюджета, а значит, с нашего с вами кармана. А уж из федерального или регионального для людей простых это, в общем-то, без разницы. Ну и третья причина, и вовсе удивительная. Оказывается, более 900 объектов культурного наследия, расположенных на территории региона, не имеют собственников или пользователей. А это значит, что региональное министерство культуры не может оформить на них охранные обязательства, а значит, не может никого обязать следить за ними и содержать их в надлежащем состоянии. А между тем, в норвежском городе-побратиме Архангельска-Вардио жилые дома, построенные поморскими умельцами еще в конце 16 века, стоят целехонькие прямо на берегу Северного Ледовитого океана. Конечно, в них уже никто не живет. Только изредка приезжающие сюда туристы удивляются умению и мастерству, давно ушедших в мир иной строителей. Ведь собранные на Русском Севере, затем разобранные, перевезенные на деревянных же судах через море и снова собранные на норвежских берегах, эти дома не думают падать до сих пор. И для того, чтобы продолжить стоять, им не нужно ни федерального, ни регионального, ни муниципального статуса, а только уход и внимание. Так почему же мы сами отказываемся от своей истории, предпочитая брезгливо отворачиваться, проходя мимо этих покосившихся, почерневших от времени изобвения памятников прошлого, а государственная машина упорно стоит в бюрократическую стену между нами и нашим же прошлым. Не хочется верить, что таким образом мы демонстрируем свое пренебрежение к своей же истории. Будем надеяться, что нам просто стыдно за то, что мы сами довели все эти объекты до плачевного состояния, и за то, что привести все в порядок разом мы не в силах. Но тем не менее, бегать от проблем – это не выход из ситуации, тем более в таком деле, который напрямую касается нас с вами, нашей исторической памяти и лица нашего города и региона. И сегодняшний наш опрос звучит следующим образом. А как считаете вы, что нужно сделать для того, чтобы вернуть заброшенным памятникам культуры и истории былую красоту? И такие варианты ответов. Передать все объекты культурного и исторического наследия в федеральную собственность вне зависимости от того, есть у них собственник или пользователь, или же его нет. Второй вариант. Просто задаться целью и выделить необходимую сумму из областного бюджета и привлечь частные инвестиции в реставрацию памятников архитектуры. И третий вариант. Пусть все останется как есть. Мы ждем ваши ответы в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александра Дятлов и Екатерина Поздеева. На экранах своих телевизоров вы видите наш адрес электронной почты, на которой мы также ждем ваши отзывы и комментарии. До свидания и всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин